Всем привет! Очередная встреча городского портала ЭКБ РУМ с миром художественной татуировки нашего города. Сегодня мы находимся в замечательной студии под названием ТУ ТАТУ и общаемся с одновременно мастером и директором Антоном. Антон, привет! Как настроение? Отлично! Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к этому, как ты начал заниматься татуировкой? Ну, на самом деле, это такая достаточно длинная история, в которую включают в себя машинки из бритв, иглы из первой струны гитары и так далее. То есть начинали это все в студенческие годы когда-то, в 97-98. Затем был бы долгий перерыв, то есть учился я в художественном училище. Конечно, мы не могли этого не попробовать. Как ты считаешь, что должен человек, который еще не сделал татуировку, какие его первые действия должны быть, прежде чем пойти и сделать ее? Сначала нужно собрать информацию. Что хочется, хочется ли, если хочется, то что именно, что конкретно. А затем уже обращаться в тату-салон. Какая возрастная категория сейчас преобладает? Кто приходит к тебе чаще? Ну, по большей части, конечно, молодежь. Но надо сказать, что татуировки все возрасты покорны. Расскажешь, может, какой-нибудь у всех мастеров, у каждого какие-то смешанные случаи, необычные клиенты, может быть, странные эскизы. В прошлый раз нам рассказывали про Эйнштейна, ноутбук, свастика там, что-то такое. Да? Да, был такой человек с Эйнштейном. А, то есть это, видимо, он ходит по салону, потому что там, где мы были, ему отказали. Ну, а я его наколол. Да? Да. А вот как? Вот приходит девушка, заказывает надпись, начинаем работать, начинаю общаться, спрашивать, кто вы, откуда, что и как. Учитель. А я, у меня тоже педагогическое образование, то есть там пару лет педстажа, я, о, коллега, да, интересно, что преподаете? Русский язык литературы. Так, надписно испанском, интересно. Дальше выясняется, стоит девушка молоденькая очень, да, в этот момент у кабинета, ну, то есть практически ребенок. Выясняется, что это ее учительница, это ученица, у ученицы уже есть татуировка, учащаяся школы, учительницы нету, вот они пришли вместе делать татуировку. Антон, расскажи еще какую-нибудь историю из своей коллекции, пожалуйста, очень интересно. Был такой случай, что делали славянские символы на плечах. В процессе переведения рисунка на кожу, накололи не в ту сторону символ. Больше людей, которые к тебе приходят, они вкладывают какой-то смысл в татуировки, либо это просто дань моды? Ну, на самом деле, все люди разные. Меня часто спрашивают, что означает тот или иной символ. Отвечаю обычно так, что это все субъективное. Пример очень простой, пример. У нас цвет траура черный, у японцев белый. А сколько людей, допустим, колли там иероглифы? То есть несколько, там, пару лет назад, наверное, это были самые популярные татуировки. Вот сейчас они там на первое место выбились надписи. То есть как мы можем там воспринимать культуру другого, такого настолько полярного? Правда, реально. Вот, поэтому все, каждый вкладывает сам в свой смысл. Ну что ж, друзья, это был очередной и далеко не последний выпуск городского портала ЭКБ Рум для любителей красиво испортить свое тело. И помните, прежде чем сделать свою татуировку, обязательно подумайте. С вами был Дмитрий Волков, специально для ЭКБ Рум. ЭКБ Рум